Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 8 сентября 2021 года, 6 часов вечера, 17 градусов тепла. Ну что, тихо, очень спокойно. Чем буду заниматься вечером? Люблю по вечерам на огороде работать. Иду прополоть капусту. Да, не поверите, скоро её убирать, а я иду её пропалывать, свою капусту. Обламывать буду все листья, потому что земля очень сырая, завелось много слизней. Ужасно, сколько много слизней. Картошку я почти выкопала, остался маленький кусочек, но пока оставлю. Нужно в первую очередь прополоть капусту. Вот видите, какая она у меня здесь разная. И кривая, и косая, и хорошая. Все эти листочки я обломаю, чтобы её немножко землю подсушило, а то прям плесенью всё покрылось. Здесь вот низина, низина. Дожди прошли, и земля очень-очень даже сырая. И буду убирать кабачки. Но кабачки, по-видимому, я эту территорию буду убирать завтра. Я просто не осилю. Сегодня хоть бы справилась с капустой. Но сам процесс я показывать не буду, как я её буду чистить. И картошку нужно почистить. А ну, птица! Птица! Поймала я птицу, спасла вот от этих вот варваров. От этого и особенно вот от этого засранцев. Так, нужно попросить мужа или сына, чтобы её отнесли куда-нибудь. Он туда на природу, где нету котов. Вот сейчас сыну передам. Сын забрал, понесёт сейчас, отнесёт болото. Сынок, отнеси у болото её куда-нибудь. Она там выживет, ещё тепло. А если я её оставлю дома, они её съедят. Ну, вот и всё, мои дорогие друзья. Аж сама запыхалась вот от этих извергов. Я хоть живую душу, но они её поранили. Она на ножку хромает немножко. Всё-таки поранили живодёры. Кормлю ж хорошо и мясом. Котлеты даю и корм покупаю. А вот инстинкт такой заложен ужасный. Ну, ладно, теперь прополю и покажу это самое. Что у меня получилось. Уже 7 часов вечера. Вот видите, выбрала хорошую листву. Это моим курочкам, девочкам. Они уже уселись. У меня здесь спать. Мои ласточки. Корм я этот заберу. Потому что мы ещё не кормились. Так, здесь совсем немножко у меня садится. Ну, скоро буду опилки привозить. Уже разговаривала, кто продаёт опилки. И будем утеплять своих девочек. Потом я вам покажу. Вот видите, корм сняла. Ладно, пойду теперь на огород. Покажу свою работу. Травы ужасно сколько много. Вот кабачки пообрезала. Клюют потихоньку. Уже тереть им не их. Мишанки эти делать надоело. Да и они уже много переели кабачков. Пускай просто семечки поклюют. А сами кабачки они не хотят выклювывать. Сын отнёс птичку. Говорит, ножка поранена. Но подальше от моих варваров-котов. Может и выживет. Хотя она сама по себе так здоровенькая. А ножка только поранена. В дом я не могу занести. Они её сожрут сразу. Вот видите, такую красоту я навела. Чистенько сидеть ей до 10-го этого месяца октября. И в этом году я хочу посолить её вот эту мелкую прямо целыми кочанами. Это вот где-то после 13-го я поеду за бочкой. Есть такие бочки 20-литровые, 30-литровые. Я хочу взять, посмотрите, или 20-литровые, или 30-литровые возьму бочечку. Я её всю мелочь эту выберу, хорошо очищу. И целыми кочаниками я её поквашу. Ну вот, теперь мне ещё здесь работы на три дня. Не меньше. Кажется, территория маленькая. Ну, много. Завтра уберу эти все кабачки. Помёрзли. Уберу. Занесу немножко в дом. Положу что-нибудь в подвале. Уберу. Вот эти вот хорошие, крепкие положу в подвале. Но они больше месяца в подвале не пролежат. Они погибнут. Ну вот и всё, мои дорогие друзья. Заходите в Устье, как всегда буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.